Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Не добавляй ненужные условия, понимаешь? Не усложняй ненужными критериями. Вот я всех вас люблю, братьев пакистанцев, сестер пакистанок, но пока вы по своему сложному списку ищите себе пару, в итоге вам подойдет только ваш двоюродный брат или двоюродная сестра. Вот случай в Лондоне был. Парень ко мне подходит, говорит, поговорите с моей дочерью. Человек, говорит, ислам принял, она замуж за него хочет, но он чернокожий. Я говорю, ну и что такого? Ну, говорит, поговорите с ней. Я, говорит, из пакистанской семьи, хочу, чтобы она за пакистанца вышла. Ладно, говорю, с твоей дочкой поговорю. Знаете, что она сказала? Она говорит, всю мою жизнь отец меня учил, что если мужчина мусульманин, этого достаточно. Говорит, ну вот, разве он не мусульманин? Говорю, да, мусульманин. Что тут скажешь? Если ты учишь своих детей, что раз мусульманин, этого достаточно, то мусульман, друг мой, сегодня на земле 1,7 миллиарда. И примерно половина из них женщины, половина мужчины, так что любой. Или вот другой человек говорит, пакистанец, значит нормально. Когда они говорят пакистанец, они не имеют в виду весь Пакистан. Имеют в виду определенную область Пакистана. Понимаете, да? Когда говорят Бангладеш, если вы из восточного Лондона, имеют в виду Силхет, а не остальной Бангладеш. Скажешь, что из Нуакхали скажут, о, Аллах, что такое говоришь? Ну, ничего себе. Честно, такой менталитет. Ничего против них не имею, но такой менталитет. Приведешь кого-нибудь из Силхета, все равно довольны не будут. Надо, чтобы был из такого-то района Силхета. Например, из Бешната. Или еще из какого района. Например, из Шерфура. Или еще из какого-то другого района Бангладеша. Вот так усложняет жизнь людям. Скажи, мне не нужна эта корова, как у сынов Исраиля. Как в той истории суры корова, понимаете? Я не собираюсь усложнять себе жизнь из-за вас. И знаете, как в итоге получается? Пока вы выбирали, вам 30 стукнуло. И родители уже вот так смотрят на следующего претендента. У него два глаза есть? Есть. Две ноги есть? Есть. Ну все, подходит. Пойдет, пойдет. Два глаза, две ноги, хорош. Все из списка ушло. Вы, наверное, думаете, как же мне найти пару себе? Можно много где найти себе пару. Есть традиционные способы найти себе пару. Это замечательно, альхамдулиллах. Если тебе удастся найти себе пару через людей, через тех, кто знает что-то об этом человеке, это лучший способ. Да, и вот еще, что скажу вам. Согласно Исламу, вам является обязательным рассказать полностью о характере человека. Если вам кто-то скажет, хочу жениться на нем или на ней, и при этом ты знаешь характер этого человека, для тебя обязательно будет ему все это рассказать. Человеку не нужно разглашать, кто ему это сказал, имя твое называть. Но ты о нем должен рассказать и хорошее, и плохое. Иначе завтра человек может попасть в неприятную ситуацию. Пару себе можно много где найти. Например, в интернете. Но я вам скажу, что примерно 70% в онлайне не особо искреннее. В интернете есть мошенники, которые просто хотят получить удовольствие. По грубой статистике, процентов 70 мошенники со стороны женщин. А со стороны мужчин много тех, кому просто нужны свидания. Семья ему не нужна. Если вы сестра, как вам действовать? Когда вы заполняете свою анкету, в самом верху вы должны написать имя своего отца и номер его телефона. Это отсеет мошенников и отсеет тех, кто просто хочет встречаться. Так что если позвонить и скажет «Приветик», отец скажет «Эй, ты кто? Кто это?» Так что весь мусор это отсеет. Если хотите подойти с умом, сделайте так. В противном случае, где-нибудь ты пролетишь. 70 на 30 шанс риска у вас. То же самое мужчины. Они не понимают, что, к сожалению, что много неискренних женщин. Им просто ваши деньги нужны. К сожалению, процентов 70 таких. Плюс-минус. Они просто хотят на вас нажиться. Но в общем, процентов 30 в интернете искренне. Не ставьте крест на интернете из-за тех 70%. И число людей с серьезными намерениями растет. Тех, которые в сети хотят найти пару. Но если ищете в интернете, смотрите, нужно найти информацию о человеке. Вы встретились. Потом надо сходить в местность, где он живет. Поговорить с теми, кто его знает. Нужно многое о нем выяснить. Я вам вот что хочу сказать. Запишите адрес одного сайта в интернете. Там вы многому научитесь, какие правильные вопросы задавать, чтобы узнать характер человека. Этот тест выявит ваш характер и другого человека. В этом тесте нет правильных ответов. Так что, когда заполняете, не пытайтесь быть идеальным. Иначе все испортите. www.16personalities.com И на главной странице сайта будет кнопка «Пройти тест». Тест этот всего где-то на 20 минут. И она пусть его пройдет. Что это вам даст? Вы определите свои сильные и слабые стороны. Но только если вы согласны хотя бы с 80% того, что сказал о вас тест. Значит, это вы. А если вам кажется типа «Не, процентов 60 только совпало», тогда это не вы. Значит, вы неправильно тест прошли. Или вы какая-то смешанная личность. Смешанный характер. Так вот, этому тесту почти сотня лет. Это его улучшенный вариант. И конкретно вот этот сайт фантастические результаты принес. Сотни, тысячи людей прошли тест. Я тоже прошел этот тест. Что этот тест дает? Он дает основу, какие вопросы можно задавать. Например, можно оценить, сказать «Твой тип личности говорит об этом. Это правда или нет?» Мол, можешь поподробнее мне объяснить? А некоторые говорят, мол, я не могу этого сделать. Вот не могу сделать. Почему? Потому что когда я женился, нас привели в комнату. И там была моя будущая жена. И минут 10 никто не заходил. И ты сидишь такой типа «Чего я тут делаю?» И она такая в панике типа «О боже, как мне себя вести-то даже не знаю». В следующую минуту меня вывели и спрашивают «Готов?» Что? Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Когда я вырасту, буду жить долго и счастливо. Не будешь!